Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы поговорим с вами о двух вещах. Первое, мы сегодня с вами выкатим Т-15 и посмотрим, чего эта машинка может на третьем уровне в песочнице. Почему будем выкатывать? Ну, не потому что машинка какая-то суперфановая, супернавороченная, там имбовая и нагибающая, а по одной простой причине, потому что на данный момент она входит в состав набора из двух танчиков, а именно Т-15 и ПЗ-2Джей, которые продаются сейчас в прем-магазине. Хотелось бы сразу перейти и ко второму вопросу, который мы будем обсуждать, а именно разница премиумных магазинов. Я себе недавно установил на компьютер Steam и играю через Steam в Blitz, и я себе параллельно установил для пробы Wargaming Game Center. Так вот, на что я обратил внимание, что разница есть между этими магазинами. И она следующая. Обратите внимание на то, что у меня сейчас находится в предложениях. У меня среди предложений, в частности по танкам, наборчика, который есть у меня на телефоне, там где я просто установил из Play Market на Android себе танки, у меня в телефоне, я сейчас перед глазами вижу набор из двух танков стоимостью в 3 бакса. Здесь же у меня этого всего нет. Причем, что самое парадоксальное, что также здесь отдельно выведено, ну, голда там, допустим, сразу перебрасывает вас в премиумный магазин на какую-то площадочку, ну, личную Wargaming. Но конкретно касающиеся предложений по танкам, предложения разнятся. И что самое интересное, что буквально сегодня утром я решил не тратить голдишку, здесь было предложение на покупку танчика пятого уровня, а именно Круп 38Д предлагался за 2000 голды с какими-то там дополнительными плюшками. Ну, типа, если не ошибаюсь, камуфляж, ну, в общем, такая вот дребедуха всякая. Короче говоря, говорю к чему. Для тех, кому эта информация, возможно, будет интересна и полезна. Я-то в любом случае буду отслеживать предложения и на одной платформе, и на второй платформе. Но факт остается фактом. Вроде бы платформы должны быть практически одинаковые, поскольку это на ПК. Вторая платформа исключительно для андроида, но даже предложения на андроиде и в ПК могут быть разные в зависимости от того, на какую платформу вы запрыгиваете для того, чтобы зайти в танки непосредственно на своем персональном компьютере. Вы заходите через Steam, вы заходите через просто установленные танки, или вы заходите через, там, вот в моем случае Wargaming Game Center. Короче говоря, обратите внимание, что предложения разные везде. Если имеете возможность, лучше отслеживайте эти все предложения на разных платформах. Ну, а я, в свою очередь, буду делиться свежими новостями, как только они будут мне поступать, отслеживая самостоятельно все эти вопросы. Итак, ребят, возвращаемся к теме разговора, возвращаемся к Т-15. Я предлагаю быстренько, кратенько обсудить орудие данной машинки. Оно вообще, я бы сказал, для третьего уровня не сильно имбовое, но и не никакое. Средний урон 55 единиц, бронепробитие 50 единиц, углы склонения 10-20, урон в минуту 1089, время перезарядки фановое 3 секунды. Ну, короче говоря, вот такая вот прикольная машинка. Что меня действительно радует, так это время сведения 2,3 секунды. Ну, короче говоря, просто будет космос и самолет. Итак, погнали непосредственно в замес, посмотрим, что эта машинка может, может ли она вообще что-то, ну, а главное, насколько она фанит. Приносит она вам удовольствие от игры? Будет доставлять такое удовольствие? Ну, или не будет? Я бы сказал, честно говоря, что, исходя из того, что ранее данная машина мне досталась абсолютно бесплатно, если я не ошибаюсь, в 2021 году ее раздавали вместе с серебром, там, еще чем-то в виде какого-то подарочка, там, не помню, к какому празднику. Короче, факт в том, что мне она досталась бесплатно. Поэтому покупать набор из двух танчиков третьего уровня за 3 голды, считайте, ну, за 3 косых голды, почему? Потому что 3 бакса, если не смотрели видео, посмотрите мое видео по поводу золота в игре и как его получать. То есть, приблизительно, какой имеет смысл коэффициент доната делать золото к доллару. Ну, короче говоря, по моему скромному мнению, конкретно у меня, вышло так, что нормальный донат, это если вы задоначиваете по одному баксу за косуху золота. Но это у меня. У кого какая-то другая платформа или другой регион, от этого тоже очень многое зависит, поделитесь своим мнением. Что же касается 3000 голды за эти два танчика, я бы сказал, что, ну, затея такая себе, потому что за 3 косых голды можно приобрести себе что-нибудь более годное или добавить, допустим, пол косых голды. И иногда даже за 3,5 косаря можно приобрести какую-нибудь фановую прикольную восьмерочку, на которой можно пофаниться, поиграть, ну и, соответственно, чего-то сделать. Этого вам явно не дадут два танчика третьего уровня. Поэтому, как бы, само предложение за 3 бакса, мне оно вообще неинтересно. Обзорчик делают для тех, кто, возможно, заинтересовался и подумывает над этим вопросом. Ну и, соответственно, для того, чтобы вы знали, что собой представляет данная маленькая блоха на третьем уровне. Итак, ребят, по подвижности, вернемся к нашей машинке, подвижность у машинки просто шикандосная. Мне, честно говоря, очень нравится. Но это, в принципе, песок, тут в основном все подвижные, крайне редко бывает такое, что кто-то прям совсем унылый. В основном это такая веселуха заехать, поотстреливать, поотстреливать, нанести какого-то там не сильно большого урона, но по ощущениям такого, как будто бы ты накосил там чуть ли не с полмиллиона. Потому что стреляешь ты через каждые 3 секунды, ну а, соответственно, выхлопа нет, потому что все-таки третий уровень и урон по 55. Но, как бы ни о чем, особенно если вы уже имеете танчики 8-го, 10-го уровня, то для вас этот урон в 55 единиц это даже не урон. Что касается времени сведения, как я уже и говорил, просто бешеная скорость. Вообще не успеваешь за тем, как машинка сводится. По углам склонения я бы сказал, что очень комфортно, очень приятно. Вот даже сейчас на такой горочке мне, честно говоря, получилось нормально отыграть. Сдается мне, что сейчас мне сплетут лапти. Но, ибо нас меньше, а запаса прочности у меня на один шот. Но, вот так вот отыгрался первый бой. Вообще, честно говоря, мне лично сложно всегда делать обзоры на песок по одной простой причине, потому что динамика боя настолько высокая, что ты просто не успеваешь одновременно и отыгрывать, и комментировать, и уже трах-бах, и бой закончился. Давайте посмотрим, пока бой заканчивается, на бронирование танчика. Его нет, как и в принципе у всех на третьем уровне. То есть разговаривать не о чем. Прошивают и нижний бронелист, и верхний, и маску орудия пробили, и пробили башню, и все это с морды лица. Ну и один раз даже в бочинку залетело. Но это я там косанул, немножко вылез не так, как надо. Короче говоря, брони нет, скорость есть, скорость перезарядки есть. Фан определенный есть. Сейчас закатимся в следующую каточку. Ну и попробую меньше разговаривать, больше делать. Посмотрим, на что танчик способен в таком случае. Итак, ребятки, результат боя победа. Победа не с нашей заслугой больше, а с заслугой всей команды. Мы в принципе набили, ну я бы не сказал много урона, 535 единиц. Но в целом это 10 удачных шотов с этого орудия при средухе в 55. Но думаю математику понимаете. Да и сложного-то особо ничего нет, потому что лупить через каждые 3 секунды было бы только в кого. Мы сделали один фраг, сюда даже смотреть не буду. Хотя цифра приятная для третьего уровня. Ну и что касается результативности нас в бою, мы заняли третье место. Но это при том, что я не был сосредоточен на самом бою, очень часто отвлекался, терялся в мыслях, пытаясь рассказать о танчике. А сейчас закатимся в бой и попробуем заценить его с меньшим количеством текста и с большей сосредоточенностью на игре. Пока запрыгиваем в бой, хочу обратить внимание каждого из вас, кто не подписан на канал. Вот здесь вот внизу в правом углу есть желтый шильдик, наведя на который мышью, вы сможете в один клик подписаться на мой канал. Очень сильно поддержите мое начинание, очень сильно поддержите развитие моего канала своими подписками. Я же обещаю вам максимально часто выкладывать новые интересные видео, делать обзоры, давать какие-то рекомендации. Вы можете по подписочке узнавать, когда будут проходить новые стримы, на которых мы общаемся. Проводим как-то весело и фанно во свое свободное время, играем во взводе абсолютно бесплатно. Ну, в общем, короче говоря, качественно проводим свой досуг. Заходите на канал, подписывайтесь на канал, я вам буду очень благодарен и всегда буду вам рад. Итак, возвращаемся к нашему танчику. Поеду как лучшие герои в обход, попытаюсь заехать куда-то как-то немножечко с тыла. Ну и там реализовать свое орудие с перезарядкой в 3 секунды, я думаю, будет немножечко полегче. По точности орудия, ну, просто шикандосно. Мне, честно говоря, нравится. Косануть получилось буквально там каких-то несколько раз. Неудачненько я как-то так выкатился. Наверное, надо мне отсюда свиливать. А то сейчас, честно говоря, нахлебаюсь немножко горечком. Да, вот на дальних расстояниях, ну, не сильно отрабатывает орудие, в основном косит. И, честно говоря, пролетает куда-то прям совсем мимо. Поэтому с вертухана закидывать на дальних расстояниях, ну, можно в принципе не рассчитывать на то, что танчик вам это позволит делать. А так, в целом, не знаю, фаново, прикольно. Обычная троечка, ничем не выдающаяся. По крайней мере, она не вызывает оскомы. Но, значит, уже хорошо. Стоит ли она полтора бакса? Ну, если разделить это предложение пополам, я думаю, что не стоит. Все-таки полторушка есть полторушка. Недавно, если я не ошибаюсь, за 2 500, да, если не ошибаюсь, было предложение или сейчас есть. Даже сейчас выйдем, оно, по-моему, там есть. Я купил Т-28, это семерка, ПТ-шка. Ну, и, согласитесь, взять за такую сумму 2 тройки, это, ну, разве что, ну, вот совсем разве что для коллекции. И не более того. Потому что, честно говоря, брать тройки для того, чтобы, ну, чтобы что? Чтобы зайти в песок? Ну, в принципе, в песок можно зайти и на обычных проходных тройках, либо то, что вы получили где-то бесплатно в каком-то ивенте. Ребятки, досматриваем бой быстренько. Обсудим танчик окончательно непосредственно в ангаре. Итак, ребят, закончился бой. Результаты смотреть не буду, нечего там смотреть особо. Короче говоря, суммируя. Танчик сам, ну, просто стандартная тройка. Вот недавно я снимал обзор на Кени, который подарили. И, честно говоря, ну, блин, не знаю, Кени даже как-то пофановее будет. Мне повеселее было на нем. Т15 просто ни о чем, просто есть. Просто стоит в ангаре. Просто если вы его так же, как и я, в будущем получите бесплатно, да, окей. Покупать его в наборе, ну, я бы не рекомендовал. Не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Что же касается цены вопроса. Вот то, о чем я говорил. Есть сейчас предложение по, допустим, Т28. Да, ошибся, 3,5 тысячи голды. У меня получилось меньше, потому что я набором брал этот танчик. Брал себе и Супер Хеллкета, и Т28 для того, чтобы сделать обзорчики. Можете посмотреть на моем канале. Подсказочки сейчас будут вылетать одна за другой. Ну, короче говоря, рассказываю о чем. Говорю о том, что, в принципе, отдавать 3 бакса за 2 тройки, тогда, когда можно за 3,5 косых, взять себе вот эту машинку. За 2 тысячи взять себе пятерку, которая сейчас есть в предложении. Обзорчик будет у меня на канале, будет ссылочка на него, будет подсказочка в течение данного видео. Короче говоря, ну, я не вижу смысла отдавать 3 бакса за 2 машинки третьего уровня. Поскольку танчик сам, ну, он непримечательный, просто коллекционная машинка. Вот и все мысли на эту тему. На данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь по желтому шильдичку. Буду вам очень благодарен за подписки, за лайки, за ваше участие в обсуждении моих видео в виде комментариев. Если есть альтернативные мнения, делитесь им. Главное, чтобы оно было обоснованно и никого не оскорбляло. Спасибо вам большое за просмотр. Всего хорошего. Буду рад вас видеть еще. Мира вам и спокойствия.